Гитфон на связи, Полундра, внеочередной выпуск с хорошими новостями, между прочим. Готовьте сейчас узнать, как игроки повлияли на разработку и какая ветка выйдет после итальянских крейсеров. В общем, скучно не будет, так что ставь лайк в знак поддержки и смотри до конца. Вслед за загадочным анонсом разработчики на стриме рассказали подробнее про британские тяжелые крейсера. В прошлом выпуске я рассказывал про Хокинс и Лондон, но после стрима был удивлен даже я, ведь я не ожидал, что разработчики могут нарушить очередность релизов веток, подряд выпуская крейсера. Именно это и случилось. Оказалось, Хокинс на пятом уровне будет ответвлением тяжелой ветки крейсеров в Британии. Первоначальная концепция, которая будет тестироваться, не выглядит наркоманской. У крейсеров будут и фугасы, и бронебойки, снаряды с высоким разовым уроном, бронирование кораблей ожидается сравнительно неплохое, если говорить про палубу и про бронепояс. Ну а особая читерная хилка, которой выделяются легкие крейсера, появятся в подведке тяжелых крейсеров только с восьмого уровня кораблей, ну если верите блогу разработки. Кроме того, у британских крейсеров будет заградка и истребитель в одном слоте, ну а ГАП, как у эсминцев этой нации, в отдельном слоте. В отличие от немецкого, британский ГАП будет работать на меньшую дистанцию, но более длительное время. И как говорят разработчики, высокая живучесть, мощное орудие и ГАП плюс ремка поможет воевать этим крейсерам на средней дистанции. Ветка начинается с крейсера «Хокинс», который будет плавным переходом на тяжелые крейсера. Артиллерийское вооружение корабля представлено с 7 190-мм орудиями, 5 в диаметральной плоскости и 2 орудия по борта. Бронирование стандартно 5-му уровню, 76 мм в борту, ну а в качестве приятного бонуса 2 двухтрубных торпедных аппарата на случай пикирования на более мощного и опасного противника. На 6-м уровне нас ждет Девашир, первый тяжелый крейсер Британии типа Лондон. Кстати, головной корабль серии «Лондон» тоже будет введен в игру, но уже в виде прем-корабля. Ну, в принципе, они будут друг на другах похожи. Примечательно корабли тем, что они были построены уже по Вашингтонскому соглашению, а в сравнении с предыдущим кораблем будет чувствоваться рост за счет изменения артиллерии до 203 мм, которая будет расположена теперь в четырех двухорудийных башнях, а также у крейсеров будет увеличено торпедное вооружение, два аппарата по четыре трубы. В отличие от «Пенсаколы», другого тяжа на 6-м уровне бронепояс будет уже 114 мм, что в теории может показывать неплохую живучесть. Но вот только если верить истории, то первый проект по Вашингтонскому соглашению не слишком-то радовал британских конструкторов. Первые серии крейсеров практически не имели брони и могли быть поражены даже орудиями эсминцев. И если посмотреть на то, как играется «Экстер», то я, знаете, думаю, что все-таки британские крейсера будут караться даже в нос. Ну, по крайней мере, на средних уровнях. Семерка «Суррей» планировалась как улучшенная версия «Экстера», которая, напомню, есть в игре на пятом уровне. Новинка должна была превосходить «Экстера» и по огневой мощи, и по бронированию, однако, увы, денег на корабль не хватило. И потому мир так и не увидел тяжелые крейсера типа «Суррей». В мире кораблей они будут щеголять теми же 8-ю 203-мм орудиями, а бронепояс кораблей возрастет до 152 мм. Замечу, что для седьмого уровня это очень неплохо. Ну, а торпеды тоже будут два аппарата по четыре трубы. Корабли выше уровня – это проекты КБ Леста. Тем не менее, они выглядят пока что весьма неплохо. В восьмерке «Бэтфорд» изменилась схема вооружения. 9 орудий, по 3 орудия в башне. Торпеды сохраняются. Два аппарата по четыре трубы. А бронепояс будет, как и на седьмом уровне, 152 мм. Девятка – Дрейк. И тут приветствуем 234-мм артиллерию. Три по три. Два торпедных аппарата по четыре трубы. И очередное укрепление бронепояса до 177 мм. А десятка – гляв, так вообще огонь. 203 мм в борту. Что для крейсера очень немало. Так что от сквозняков он точно не будет страдать. Добавляем еще трехоорудийную башню к девятке и получаем самый страшный крейсерский залп на 10 уровне – 12 234-мм снарядов. И опять же, для галочки есть немного торпед. И если мне правильно подсказывает моя оценка кораблей в порту, то они по габаритам будут ненамного меньше линкоров. Ну а как все это будет играться, пока что большой вопрос, на который вы можете ответить в комментариях, написав догадки. Я ж тем временем по традиции покажу на экране сообщение из прошлого выпуска Полундры. Напомню, что авторы получают на форуме бонус-код на месяц према и другие подарки. Поздравляю победителей. Адмирал выпуска ник свой забыл написать. Но так как вы поддержали его лайком, покажу сообщение на экране. Ну а если вы тоже хотите получить приз, пишите комментарий и не забывайте указать игровой ник. Ну а в будущем выпуске, возможно, выиграешь именно ты. А я тем временем выражу благодарность спонсору розыгрыша Александру Усенко. Спасибо тебе, добрый человек. Продолжу другими новостями. Многие из нас все еще ждут Кузнецова в арсенале за уголь. Говорят, ждать осталось немного, но все равно эта новость не больно радует. Также многим интересен и французский особый командир, который тоже через какое-то время, возможно, появится в арсенале. И в чем же тут новость, спросите вы? А в том, что разработчики почесали репу, почитали фидбэк и поняли, что большинству игроков сложность получения особых командиров не слишком-то зашла. Так что будущие командиры будут получаться легче. Конкретно как не сказали, но вот Сансонити будет раздаваться за сбор итальянской коллекции, посвященной флоту Италии, которая выйдет в рамках итальянской рамки вместе с критерами. Минус этой новости пока что только в том, что элементы коллекции будут получаться только в контейнерах события. Так что еще не факт, что получить этого командира будет слишком просто, но паниковать пока рано. Поживем и видим, возможно, действительно, разработчики пошли навстречу комьюнити, и ящики будет получить достаточно просто. Кстати, на стриме нам рассказали еще и про особое умение будущего особого командира. После энного количества попаданий из ГК по противникам, корабль под управлением этого командира получает увеличение длительности работы расходников. За первый фраг корабль будет стрелять дальше, а после получения основного калибра получит еще бонус на перезарядку торпед и артиллерии. Ну а на этом новости закончились. Если выпуск был интересным, не забывай нажать лайк и подписаться на канал, и еще активируй колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Еще я хочу сказать спасибо всем, кто помогает моему каналу рублем, и если что, ссылочка на донат есть в описании. Ну и конечно же, желаю всем вам здоровья, не скучайте и не пропускайте по лундру. До связи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok